Несмотря на то, что здания снесены не будут, жильцов все равно ждут новые квартиры. В общем, если у вас еще остались вопросы, связанные с программой реновации, переселения, сноса домов, или вообще вы просто хотите пожаловаться на шум от городских строек, смело обращайтесь в единый контактный центр стройкомплекса, как он работает, и чем именно может помочь обычным гражданам и застройщикам, выясняла Екатерина Леонова. ЗВОНОК В ДВЕРЬ И ваша заявка готова к рассмотрению. Специалист получит обращение в ту же минуту. Все заявки делятся на два типа. Я могу посмотреть, например, за вчерашний день, сколько поступило обращений. Вот трубочка – это звонки, поступившие. Экран – это портальное обращение, которое на портал приходит. Задает вопросы по строительству метро, по детским дошкольным учреждениям. Все вопросы можно условно разделить на несколько категорий. Как это сделано для удобства на сайте. Реновация, нарушения в строительстве и справочная информация. Очень много вопросов было в летний период. Когда шла программа «Моя улица», когда строительство велось, конечно, много обращений было. У нас начинался рабочий день и заканчивался с этих вопросов. Для застройщиков на сайте контактного центра есть целый раздел «Процедуры в строительстве». Если письменного обращения недостаточно, представители компании по телефону могут узнать необходимую информацию. Застройщики обращаются для уточнения отдельных особенностей прохождения этих процедур. Ведь у нас сейчас все услуги переведены в электронную форму, на самом деле. И для того, чтобы получить услугу, даже документы не нужно никакие прикреплять. Просто заявитель указывает реквизиты документа, а все они в порядке международного взаимодействия запрашиваются у органов власти, в которых они находятся в распоряжении. Выходит, что сегодня столичные власти максимально упростили весь документооборот для компании, переведя его, по сути, в электронную форму. В этом плане Москва и Московская область становятся передовыми лидерами этого направления в России. И по электронным системам документооборота уже перегоняют многие европейские города. Сотрудники контактного центра готовы ответить на широкий спектр вопросов. Для того, чтобы не выдумывать ответы, а давать качественную и точную информацию, составлена так называемая база знаний. Это пять разделов, которые объединяют почти 600 статей по самым актуальным темам. Волнует больше всего, где больше всего на сегодня непонятно, это вопросы технологического присоединения. Работа с ресурсоснабжающими организациями типа МАЭК, МАЭСК, по теплу, по электричеству, по ливневке. И второй, самый частый вопрос, а как на твоем участке, если ты владеешь, получить разрешительную документацию того назначения, как тебе хочется. В сфере строительства государственные услуги постоянно администрируются, сокращаются сроки и количество документов. Сегодня в Москве работает 450 компаний-застройщиков. Темпы строительства и ввода в эксплуатацию готового жилья на мировом уровне. За последние 7 лет в городе построено 58 миллионов квадратных метров недвижимости. Это 13% всей недвижимости, которая есть в Москве. Для мегаполиса это очень много. То есть город обновился на 13%. Еще порядка 24 миллионов будет построено. Из них где-то около половины жилье. За три года мы где-то видим ввод на уровне 8 миллионов в год плюс-минус. Кстати, большинство нового жилья будет построено по программе реновации. Именно поэтому эта тема остается лидирующей среди вопросов в контактном центре. Продолжение следует... Продолжение следует...